Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые. Мы находимся в городе Маяк, в Соединенные Штаты. Мы находимся в гостях у Ленины Балашовой, которая является одной из организаторов, вдохновителей, ведущих клуба «Озарение», где мы уже провели две встречи. Но и сейчас мы находимся в гостях у нее и экономичей по науке, которая называется «Васта». Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Очень коротко. Васту, что такое наука Васту? Первое, второе. Тема нашей передачи «Внеяние Васту на судьбу человека». Это очень важно и об этом, наверное, и так много людей знают в нашей западной мире. Ну что ж, давайте поговорим об этом. Значит, ведически, как говорят в Фэншуй или Васту Шастра, это древнейшая наука, которая была создана для создания гармоничного пространства. И этой науки уже более пяти тысяч лет. Это очень древняя наука. И знания были получены мудрецами не путем опыта, а путем того, что они приходили в медитациях. Это очень сакральные знания. И они передавались только из уст в уста, от учителя по ученикам. И были позже, пять тысяч лет назад, они были записаны. До этого эти знания не были записаны, потому что они передавались только из уст в уста. И предназначались исключительно для высшей расы человечества, потому что были направлены на гармонизацию пространства, что давало возможность жильцам дома, замков, дворцов жить очень гармонично. Потому что вся наука была основана именно на законах Васту. И красота науки Васту в том, что она базируется на четких принципах. Эти принципы были неизменны. И эти принципы были очень легко, они масштабировались. И по ним можно было создавать гармоничные не только дома, по ним создавались гармоничные целые города. И в этих городах, когда поселения, люди жили достаточно счастливой и благополучной жизнью. Когда становилось, когда люди знали эти законы Васту, это давало им возможность перенаправлять энергию таким образом в своих помещениях, в своих городах, таким образом, чтобы блокировать негативную энергию и привлекать свое жилище, свой офис, свой рабочий место, свой дом, привлекать благоприятную энергию. Да, вот смотрите. Действительно вопрос для тех, кто этого не знает, что такое негативная энергия. Закон Васту, он базируется по восьми сторонам света. Восемь сторон света – это восток, юг, запад, север, да, то есть и, соответственно, между ними. Северо-восток, юго-запад и так далее, да. Это получается восемь сторон света. Если какая-то самая главная сторона, потому что мы требуем считать четыре стороны света, северо-восток, юго-запад, а тут идет северо-восток, юго-восток и так далее. А какая из них важнее, скажем, вот эти вот посередки, если говорить, они имеют такое же значение или все же как-то и северо-восток? Вы знаете, это как в науке Джейдер, да, как астрологический прогноз. Какую планету не возьмешь, они все важны. Тоже и со мной здесь. Каждая сторона в этой науке важна. Каждая несет какое-то свое очень благополучное влияние. И есть, ну, есть негативные влияния. Есть такая сторона, как северо-восточный сектор. Северо-восточный сектор управляет, это планета Юпитер, одна из самых благоприятных планет. И вот этот сектор всегда приносит только благоприятные неги. Вот северо-восточный сектор. Так же, как и восточный сектор, и северный сектор. Восточный сектор, это там Солнце, это как бы у нас восход дня, начинается именно с Солнца. И когда Солнце светит, то всем нам, как бы мы себя чувствуем гораздо лучше, чем когда уже Солнце уходит, и когда приходит Луна. Поэтому считается, что восточный и северо-восточный сектора, это одни из самых благоприятных секторов. Самый неблагоприятный сектор, который считается в законах Ласка, это юго-западный сектор. В этом секторе живут два демона, и, в общем, очень демоническая планета Раху, и два демона народного путна. И этот сектор, это еще сектор Земли, он как бы притягивает к Земле, он предпочитает коричневый цвет. Если этот сектор неблагоприятный, а я сейчас объясню, что такое неблагоприятный, то он приносит огромное несчастье в дом жильцов. Что значит неблагоприятный сектор? Вот смотрите, если мы берем северо-восточный сектор, то в северо-восточном секторе очень благоприятно, если там находится входная дверь или огромные панорамные окна. Или этот сектор просто свободный, но он пустой от мебели, он не загроможден ничем, он хорошо освещается, он чистый, этот сектор. Тогда это считается очень благоприятно. И тогда северо-восточного сектора к нам приходит в дом, в жилище, приходит благоприятная энергия, поток благоприятной энергии. И помогает жить сам дома, жить в, так скажем, каждый день с удачей. То есть это и есть благоприятность нашей программы, влияние вас, потому что человек? Да, это и есть, да. Вот именно этот вопрос мы сейчас и поднимаем. А вот юго-западный сектор, если он открыт, юго-западный сектор, если там нет тяжелой мебели, то так вот заметили мудрецы и так сказал сам Севышний, что в таком случае жильцов дома могут ожидать боль, потери безденежья, потери работы, потери близких, потери детей. И именно поэтому юго-западный сектор считается крайне негативным и очень-очень несчастным. Но при этом, видите, как законы вас, то их тоже очень хорошо надо знать. При этом считается по законам вас, что в юго-западном секторе, если находится спальня владельцев дома, это очень благоприятно. Так же, как рабочий кабинет владельца дома, это тоже считается очень благоприятно. Поэтому, конечно же, законы эти надо знать, почему так или иначе, и тогда это облегчает житься дома. Но еще смотрите, что значит можно заблокировать негативные энергии, допустим, юго-запада. Ну, предположим, у людей есть в юго-западном секторе, как в юго-западном жилище, и он открыт этот сектор. Там находятся панорамные окна, там туда поступает, там, допустим, свободное пространство, там нет цветов, там нет мебели. Что значит можно, как можно заблокировать этот сектор, чтобы негативная энергия, которая поступает со стороны юго-запада, блокировалась и как бы практически не попадала в дом. Достаточно легко делается это, так же, как я сказала, что красота науки власть именно в том, что она базируется на неизместных принципах. Эти принципы очень легкие в исполнении и доступны для каждого человека. То есть достаточно просто туда поставить тяжелую мебель, повесить тяжелые шторы, если там большие окна, поставить какие-то тяжелые цветы в горшках, и этого будет достаточно, чтобы заплактировать юго-западный сектор именно от негативного влияния вот этих вот энергий. Ирина, скажите, перейти, допустим, если мы перейдем к практике, ну, мы еще ехали в Новую Францию, и то, что вы сейчас рекомендуете, может, если я знаю, что есть в вашем национале, гораздо более эффективное средство, такое называемое «ябро». Это гораздо более эффективное. Давайте немного паспорт об этом, что это такое, и примеры, если вы можете, из вашей практики, из людей, которые тогда поделались вашими советами, и что вы можете поменять. Да, действительно. Если, смотрите, на самом деле, если раньше, во времена два пара юга, строились дома жестко, по законам Басту, строились не только дома, строились целые города по законам Басту. И Богом Всевышним был прислан известный Лиш Макарма Майян, известный архитектор, ученый, который давал эти знания, и потом было это все записано, в ведах это было написано, и обустроивались целые города, и не требовались никакие инструменты для того, чтобы гармонизировать пространство, потому что дома и города уже строились по этим законам. На сегодняшний день Биш Макарма Майян, он знал об этом, и сами боги знали об этом, то, что дома будут строиться не по закону Басту, и города будут полностью не соответствовать. Закону Басту, соответственно, целые города будут страдать, и люди, которые будут жить в домах своих, тоже будут очень сильно страдать. Поэтому были как бы посланы мудрецам специальные инструменты, которые называются янтры. И это не просто янтры, которые янтры делают, потому что в физических знаниях существует очень много янтр, которые люди носят, янтры вешают дома, какие-то разные янтры носят в сумочках, в кошельках. Это совсем другие янтры, это они так и называются, Васту янтры, их 12 штук. Каждая янтра имеет свое направление, каждая янтра это изображение символов и знаков, которые обращаются к той или иной стороне света, и также она обращается к богам и аватарам, которые являются ангелами, хранителями того или иного направления. И вот, когда развешиваются эти янтры, они должны вешаться очень жестко и правильно, они должны вешаться по законам, Васту, сам человек, не зная законов, Васту, не понимая, как их вешать, может себе только нарушить все в своем жилище. И поэтому очень не рекомендовано самим, не понимая, куда их вешать, не смысл на то, что сайта на янтра, как правило, написано, куда ее повезти, не рекомендовано, тем не менее, вешать самому. Потому что янтры имеют такую мощную силу, что если они будут сдвинуты чуть лише, или чуть правее, чуть ниже, чуть выше, или они будут отходить от стены, или, не дай бог, их прибьют к стене, они тогда будут вызывать дисбаланс настолько мощных в жизни человека, что человек может даже лишиться вообще всего, не только своей работы, денег, бизнеса, но и своих близких. Поэтому здесь, конечно, нужно обращаться к специалисту, который, в общем-то, это знает и может использовать эти инструменты правильные, кламотные. Но, тем не менее, сейчас, помимо янтры, есть еще и другие инструменты, как воздух, пирамиды и нерычаг, которые тоже изготавливаются специально по закону. Я делаю дело в том, что мы в рамках авторной передачи, которая длится 20-25 минут, не можем обладать все способы защиты, все способы гармонизации пространства, поэтому я пытаюсь для начала общие такие сведения. Вот мы знаем, есть такое слово мантра, мантра, один слово янтра, ну, можете говорить какую-то аналогию, вот так оно переводится, потому что мантра, янтра, рак, во-первых, там есть, знаете, ну, я хочу сказать о том, что смысл вот этого, что такое общие янтры. Вот перед этим я прямо так и сказала, янтры – это символы и знаки, изображенные на плоскости. Ваш основ изображение – это обращение к полубокам и аватарам, и к планетам. Каждый этот символ имеет свое обращение к этим полубокам. И это является торсионными воронками. Когда мы это устанавливаем по сторонам света, устанавливаем на стену, то получается, что таким образом мы как бы делаем торсионную воронку во Вселенную. И тогда тот аватар и полубок, который находится в том направлении, который базирует это направление, является его ангелом-хранителем, он видит, что жилец этого дома проявляет к нему уважение и как бы подает сигнал к нему. И тогда все аватары и полубокии, если мы вешаем восемь янтр по всем сторонам света, они как бы обращаются, обращают внимание на это жилье и начинают его охранять. И одевают, как мы говорим, в васту Куруша Мандала, так называемую сетку. Одевают, как бы заботятся об этом жилье и об этом хозяина. Это то, что касается Давайте я поясню по-простому народному как говорится нашему радио Кушьему. Дорогие друзья, дело в том, что мантра, молитва они произносятся с определенной целью. Всего лишь чтобы нам Боги имели всевышний и ваше вносно в единственном числе помог для чего-то. так вот это словесное обращение а когда мы говорим о Яме то, что сейчас сказала Нианина это абсолютно правильно но просто это графическое изображение графическое изображение той же просьбы обращения к Всевышнему или к Богу Бога или к Бога чтобы они нам помогли решить наши проблемы и это очень и очень серьезные вещи которые в западном мире не принимаются во многих случаях и просто даже отстергаются и многие вот как здесь у нас смошительница сказала обычный прэн-шуй она побуглила и сказала обычный прэн-шуй значит еще раз напомню прэн-шуй это не во-первых только не обычный прэн-шуй а прэн-шуй это производная от науки ваше которая возникла минимум прэн-шуй но китайцы они даже очень умрили они очень не смешили они делают какую-то науку дай Бог чтобы они не были полностью не виссонец и все виссонцы что-то там переделывать и после этого они это все выдают за себя и охранить среди так было много-много у меня было огромное количество примеров но бывали что они просто в первую источник брали на мечтанале чтобы не не в данном случае я не удовольствии что первая источник он не уничтожил в этой первой источник есть в Афуша которые напоминают семейная Болотова которая является одним очень немножечко в городе Майяне и огромное количество клиентов которые к меня обращались они получали реакцию после дня апреля и спросите какие-то примеры как вы помогали вас интересно по гармонизации в гостерациональном обучении и бизнес можно и называть имена Куркова не надо называть имена Куркова имена не буду называть хорошо я здесь задействую о своем рассказе не о жильце дома не о той семье которая меня пригласила а именно об очень известном доме этот дом все наверняка знают дом на Герсиневской набережной в городе Москве где находится на территории ударник напротив разных площади дом очень известный он известен тем что он построен в 1931 году и этот дом его глава правительства Алексей Рыков тогда еще в те 30-е годы пригласил известного итальянского архитектора Бориса Ио Фана для конструкции этого дома для того чтобы был создан какой-то необыкновенный дом который там называется дом правительства и тогда казалось это огромным счастьем для всех тех женщинцов которые туда вселялись в этот дом и в этом доме кто там только не жил из известности включая Алексея Сафанова который там тихонько спивался включая мать Хрущева которая сидела перед входом в дом и всем пожелала хорошего здоровичка там жили все известные актеры и там жил Юрий Трифонов который потом написал известный повест дом на набережной и к сожалению в то время когда был спроектирован этот дом он был неопределенно чем тем что там была своя качная своя клиника свой магазин и там были ванны туалеты огромные залы балконы находятся напротив красной площади у него был великолепный вид и каждый пытался и каждый считал что это предел мечтания попасть в этот дом но этот дом оказался трагическим не просто трагическим а чрезвычайно трагическим и там за время нахождения в этом доме проживания людей было 800 человек репрессированных которые погибли которые погибли просто в сталинских лагерях вот такая трагическая судьба казалось бы крайне счастливого дома потому что это был дом один из самых первых где сидела охрана где порядок полный и так далее так вот на сегодняшний день меня в этот дом пригласили на консультацию современная семья которая также посчитала что обязательно надо в этом доме купить квартиру и вот непонятно почему чем люди мотивируются понимают что этот дом чрезвычайно трагичен вы узнаете вся Москва о том что этот дом в общем-то на нем стоит пить от смерти и там все погибают спливаются чтобы все терять бизнес и тем не менее современные люди все равно пытаются покупать там квартиру и вот так же очередная семья купила в этом доме за очень большие деньги там квартиры и понеслась трагедия они стали терять в общем-то члены семьи и бизнес и деньги и здоровье и депрессии пошли меня пригласили туда на консультацию в одну из квартир и у меня очень заинтересовало одно было это очень интересно естественно я приехала в эту квартиру стала ее изучать и понимала что там огромное количество нарушений но самое интересное я стала не столько я квартирой понятно я занималась квартирой делала в ней вешала янтеры там ставила специальные инструменты самое интересное меня заинтересовал непосредственно сам дом почему во всем доме 800 человек имело такую трагическую судьбу и продолжает иметь и когда я изучила дом я поняла что дом был построен совершенно не по законам власту и он имеет колоссальные нарушения одно из нарушений этого дома то что входная группа была в юго-западном сентябре помните я вам говорила что в начале нашей беседы я говорила что юго-западный сентябрь это один из самых страшных секретаров и когда я прихожу в дома или квартиры я вижу что входная группа на юго-западе я сразу просто предлагаю детям продать эту квартиру или дом или мы в общем-то вешаем такое количество инструментов в доме и не только янтры и ставим баску пирамиду но при этом все время на стрёме потому что порой и это не помогает вот настолько неблагоприятен этот сектор сам дом он имеет абсолютно тоже неправильную конструкцию нет он имеет как бы правильную конструкцию потому что он находится в форме прямоугольника то есть как бы четыре блока которые соединяются вместе есть внутренний двор по законам баски так оно и должно быть то есть четыре там четыре стены и центр помещения обязательно должен быть пустой потому что там живет самое главное божество ну как еще говорят в русском православии домовой а это живет ваступруша один из самых главных энергетиков помещения если у вас заблокирован центр помещения вашего дома не важно сколько у вас этажей или сколько у вас комната самое главное чтобы не было заблокирован вот этот вот центр даже самого маленького помещения если он заблокирован то тогда ваступруша по легенде имеет право съедать просто пожирать жильцов дома это естественно энергетически это не то что он пришел и вас съел понятно что это энергетически особенно несчастье и проблемы вот когда я изучила этот дом я даже не знаю как это у вас вообще возможно показать слишком близко да я тоже не знаю я хочу показать вот входную группу вот вот здесь вот юго-запад вот это вот юго-запад ничего наверное наверно наверно ничего не видно да видно вы видите вот сам дом это как бы четыре корпуса вот и вот внутренний дворик вот внутренний дворик так вот во внутреннем дворике стоит театр эстрады вы понимаете в чем дело и он блокирует блокирует вот этот самый центр вот этот внутренний двор мало того что у дома вход в дом на юго-западе, здесь еще есть театр эстрады, который еще и блокирует центр вот этого двора. Что еще происходит здесь, в этом доме? В этом доме практически в этом дворе никогда не бывает света. То есть солнце туда не доходит, потому что спроектировано совершенно не по законам власти. То есть дом обращен как бы к Найрудне и к Путну, понимаете, к Раху, к демоническим планетам. И практически заблокирован северо-восток. И туда не попадает вообще благоприятная энергия. В этом трагедия всего дома и всех жильцов, которые там живут. Надо написать коллективное письмо Геннадию Казанову, и уже поздно. Уже поздно, да. Этот дом так вот спроектирован. Самое интересное, смотрите, что произошло. Напротив этого дома стоял храм Христа Спасителя. И именно 5 декабря 1931 года, когда вселялись в этот дом жильцы, именно в этот день был снесен храм Христа Спасителя. Представляете? 5 декабря? Да. 31 года. 31 года? Знаете, 5 декабря 1931 года, это уже ракурс, как общество. В общем, этот дом, жильцы, которые там, но Юрий Трифонов там жил, известно. Он писал целую историю, судя по тех людей, которые там жили. И там, наверное, уже как бы ничего не исправить. Конечно, я попыталась навести порядок янтар. Да, убрать этот театр эстрады. Нет, театр эстрады никак не убрать, потому что это функциональное здание, оно заблокировало весь центр. Я даже не знаю. Вот внутренний дворик, вы посмотрите. Вот, вот Драмастана, вот центр. Центр. Вот так он весь заблокирован. Это по законам вас-то категорически надо исключать. В общем, дорогие друзья, как вы видите, все не так просто. Ну, не знаю, народ живет в основном в квартирах, максимум в домах. Это где-то может быть у нас, там, в Соединенных Штатах, кто-то живет там. Хотя, не знаю, народ живет, где-то есть люди, которые будут по-другому. Но, в основном, люди живут в квартирах. Давайте мы, все-таки, перейдем к тому, мы рассказали о негативном. Дело в том, что у нас время, вы теперь говорили, давайте вы расскажите, как вы из негативного помогли людям сделать позитивное жилище и решили идти в какие-то там локальные местные дома. Ну, смотрите, есть дома, конечно, в которые ты приходишь, и там попадает сразу в юго-запад, то есть попадает сразу в северо-восточный сектор или восточный сектор. И бывают какие-то нарушения в этом секторе, но они достаточно легко, как бы, исправляются, и даже порой не нужны джантеры. Это тогда, ну, людям повезло. Как правило, говорят, как говорят ведисты, джойкиши, специалисты джойкиши, они говорят, что такие дома ли там попадаются по карме, то есть по заслуженной карме. То есть люди заслужили тот или иной неблагоприятный или благоприятный дом. А как это исправлять? Вот как я и сказала, что, конечно, приходится исправлять. Есть ряд вещей. Это янтры, о которых я сказала, их 12 штук, они обязательно вывешиваются. Это не ручакра, это вазка-пирамида. Их тоже надо понимать и знать, где их заказывать. Они делаются там по специальным правилам. Определенное количество металла должно быть при изготовлении этих предметов. Вот, потому что они несут в себе силу, смотрите, маленькая. Они же по типу пирамиды, да? Так вот, получается, что маленькая пирамида, она имеет силу 24-метровой пирамиды. Это просто маленькая домашняя пирамида, правильно, я имею в виду меру чакра. Вот, она имеет силу 24-метровой пирамиды. Вы понимаете, то есть какова сила вот этих вазок пирамид. И еще плюс, конечно, используются такие вещи, как рекомендации по типовой гамме, рекомендации по картинам, потому что когда ты приходишь и видишь, что есть картины печальные, одинокие, там, изображения, трагедии какие-то. Конечно же, рекомендовано убирать эти прагедии. Нельзя, чтобы в доме были колючие цветы. Вот цветы никак нельзя. Нельзя, чтобы были... Просто есть золотые правила в асту. Просто золотые правила в асту. Это так, как нельзя держать мусор перед входной дверью на ночь. Когда вы оставляете мусор и говорите, завтра утром пойду, выброшу. Нельзя этого делать. Нельзя держать метла на кухне. Нельзя иметь в доме картины, которые несут в себе печаль и трагедию. И нельзя иметь телевизор в спальной комнате. И самое главное еще рекомендация, ни в коем случае нельзя спать головой на север. Геннина, это все здорово и замечательно. У вас есть пирамидка Диамамунию. Извините, смотри, нет? Да. Да? Я сейчас видео вам помешу. Вы покажете, что это пирамидка, что она отличается совершенно потрясающе. Это Шри Янтра. Смотрите, это Меру Чакра. Подожди. Это Меру Чакра. Это потрясающая пирамида. Это как бы плоскостное изображение Шри... Вот смотрите, есть Шри Янтра. Вот здесь вот написано Шри Янтра. Шри Янтра – это плоскостное изображение пирамидок. А это 3D пирамидка. 3D. То есть она поднимается как бы наверх. И получается, что это Меру Чакра. На самом деле, Меру Чакра, она... Сейчас я покажу. Она вот такая внутри, пустотелая. В ней должно быть обязательно 5 металлов. И ее... Если она выполнена не по законам, неправильно, то она только принесет нарушение. Она должна быть обязательно как бы по карту тела. Я видела очень много, что она полная вот здесь, не пустотелая. Вот этого делать уже она... Не, покажите основание. Основание – это вот как раз-таки есть Шри Янтра. Вот она, Шри Янтра в плоскостном изображении. Что такое Шри Янтра? Шри Янтра – это Янтра богатства. Только она в плоскостном изображении. Я лично сама себе заказываю Шри Янтру как кулон, потому что это как бы кулон, который тебя защищает, который заботится о тебе, ну, как помощь, как защита. И это как кулон. Вот он у меня есть, и я его тоже могу показать. И вот здесь обязательно, ну, такое правило, что здесь потом покрытие золота. Вот это вот должно быть покрытие золота. Вот. И эта вещь, вот такая же мера чахра, это самое стильное, что есть в инструментах в Асту. Инструмент. Ясно. Янина, это просто совершенно удивительно, совершенно замечательно. Дорогие друзья, я хочу сказать о том, что еще раз напомнить, мы находимся в гостианту имени Голосову, который является серьезным специалистом про мауку юргубавской хастры. И вообще-то говоря, это труд. Хастро означает многотонный труд. А вот все остальное, скажем, главы отдельные, они называются сутками. И вот шастра, это как раз-таки то, чем предъявляется ваша шастра, это новость, о которой я рассказываю и не знаю. Мы на этом заканчиваем нашу программу. Да. Ну, пока так, да. О Васту можно говорить очень долго. И о Васту Шастра, и о Ганапати-Скапати, который, в общем-то, 50 лет посвятил своей жизни переводам. О Васту Шастра, которые были написаны на древне-поминском языке, я говорила в одной из ваших передач, это написано на листах папирусов, хранятся в библиотеках Индии. Он посвятил 50 лет своей жизни тому, чтобы переводить этот труд, потому что это наука по архитектуре, об энергии внутри помещениях. И она имеет очень много материалов, и можно говорить и говорить. Так что на сегодня, наверное, мы закончим. Все, спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Спасибо. Спасибо, Елена. И мы будем с вами встречаться. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я буду рада ответить. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова